Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, мне скоро 30, я замужем, мать после нескольких лет жизни отдельно, продолжает говорить, что я применяла ее на мужика, потому что он с этими кормили, доплатил деньги и приеду. Она постоянно заобращает махинации, как заработать миллион, чтобы я вернулась, при этом она всю жизнь изображает честную бедность, меня воспитывала, ничего не бросить, даже необходимое, вообще никак никогда не думала, что это граффит, это... Разговаривать с позицией логики я с ней пытался много лет, последние годы не говорю, так как она нас чуть не довела до развода, она всегда умела убедить меня и всех вокруг, что мое место возле нее и своей жизни, своей воли у меня нет, есть только странные решения, каким-то сторонним внедренные. Я с несколькими психологами пытался обрести право быть собой, но они даже не понимали, о чем я говорю. Я не лезу с ней общаться или контролировать на мою совесть, никто не давит, меня не упрекают, просто все, что я делаю, не считается. По родственникам она говорит, что эти переехали, и про меня она никому не может сказать, что я переехал несколько лет назад. Она говорит, что у нее там какие-то мутные делишки и непонятно, где ночуют, это всех скрывает, что я замужем, называют это фиктивным браком, который кому-то нужен для тайных целей. Она в детстве видела, что я влюбляюсь в мальчиках и в мальчиков, не одобряла, но могла бы уже морально приготовиться, что я съеду. Так, а какой у вас вопрос? Ну вот вы говорите, что на совесть вам никто не дает. Мне лично показалось, что вы хотите донести до мамы то, что вы уже самостоятельно и можете с вами принимать решения. Как будто бы вам на этом нужно разрешение. Дело в том, что пока вы требуете от мамы разрешения и пока вы ждете от нее каких-то перемен, она и будет так себя вести. Вот. Пока вы пытаетесь обрести свою уверенность в себе и самостоятельно взял ее счет, так все будет продолжаться. Да, продолжаться. Здесь история о том, чтобы самостоятельно научиться опираться на себя. На важность того, что хотите или чувствуете вы. А пока вы этого не делаете, потому что своей важностью вы не ощущаете. И это то, чем может работать психолог в контексте помощи вам. То есть эмоциональная сепарация от мамы. Да? Не физическая. Вот. Как-то так я думаю. Ну вот. Вы говорите о том, еще, что они, психологи, не понимали, о чем вы говорите. Давайте подумаем. Что конкретно для вас является проблемой и почему? У меня сложилось ощущение, что вы ждете, что вас поймут. Может быть, точно так же, как вы ждете того, что вас поймет мама. Возможно, так. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго.